Вы знаете, на часах почти полночь, и я практически уверена, что это идеальное время для съемки ролика о прочитанном. Здарова, книжные! Вы на канале Нерония, с вами я, и сегодня мы поговорим о прочитанном. Да, я не снимала этот формат аж с декабря, книг накопилось много, но сегодня я расскажу только о трех из них, потому что время позднее, а мне еще монтировать этот ролик, чтобы он четверг вышел на канале, чтобы вы могли посмотреть, что я там начитала. Да, до остальных книг тоже очередь когда-нибудь обязательно дойдет, когда я тактично умолчу, но когда-нибудь. Вот на этом с вводной частью я закончу, и давайте посмотрим, что же я там умудрилась начитать. И первая книга, о которой мы с вами сегодня поговорим, это Сомерсет Моэм и его «Узорный покров». Если вы помните, в каких-то не очень давних книжных покупках я вам показывала несколько книг этого автора, и все думала, с какой же начать, ну с какой начать. У меня на выбор было их то ли 4, то ли 5, но на тот момент очень много кто говорил про «Узорный покров» и в букстаграме, и на буктюбе. Я решила, что мне тоже обязательно надо, и в общем-то взяла я читать «Узорный покров». Итак, мы имеем небольшую по объему, 350 страничек, но довольно глубокую по содержанию историю о молоденькой девушке Китти, которая с самых первых страниц изменяет своему супругу. Супругу зовут Уолтер, он ученый-бактериолог, и изменяет ему Китти с Чарли, который является, по-моему, помощником министра английской колонии, в которой вся троица проживает. Эта английская колония находится в городе Гонконге, ну и Уолтер, не будь дорогом, узнав об измене жены, предлагает ей довольно любопытное решение. Проблема, я бы даже сказала, такой элегантный выход из ситуации. Он приходит к ней и говорит, типа, мол, дорогая, я все знаю, давай-ка решим это дело так. Либо ты мне приносишь письменное соглашение Чарли о том, что он на тебе женится, либо ты едешь со мной в глухую глушь, в самый разгар холеры. Холера, напомню, смертельно опасная болезнь. А чтобы жена особо не выпендривалась, он ей говорит, что, как бы, если ты не приносишь мне вот это письменное соглашение и отказываешься ехать со мной вот в эту вот местность, зараженную холерой, я устрою скандальный развод и опозорю и тебя, и его, и вообще... Короче, получается, что обманутый муженек это еще мстительная душонка. Напомню, либо смертельно опасная болезнь, либо позор-позор, после которого только в петлю лезть. Да, вот такой вот у нас Уолтер. Чем там дело кончилось, естественно, я вам рассказывать не буду, поэтому мы сейчас с вами пройдемся по персонажам. Ну, то, что Уолтер мстительный жук, мы с вами уже поняли, но, кстати, его тоже можно понять, потому что Уолтер безумно любил свою молодую жену, он был ради нее готов гор свернуть, целовать песок, по которому она ходила, и вот это вот все. А тут такой предательский нож в спину. Ну, естественно, у мужика от ревности, от обиды, от гнева, кукуха и поехала. Но, если честно, я бы на его месть придумала более изощренную месть. Там дальше в книге будут показаны его расчеты, что он там планировал, как он там хотел. Но, знаете, по мне мог бы придумать что-то поинтереснее, поизящнее, посложнее, но что есть, то есть. Собственно говоря, Чарли, тот мужчина, с которым Китти изменяла своему мужу, как я уже говорила, он занимает довольно высокое положение в английской колонии, где проживала вся троица. Естественно, этот чувак у всех на виду, да, он еще и женат, и оказывается тем еще подлецом. И, в общем-то, это все, что о нем можно сказать, потому что он появляется буквально в начале и немножечко в конце. Ну и, собственно говоря, сама Китти. Девушка поначалу очень поверхностная, очень такая судящая о людях по их внешности, по их каких-то таким, знаете, очень поверхностным проявлениям. Все это можно списать на ее воспитание, потому что ее растили именно как вот девушку на выданье, потому что она была очень красивая, и родители как-то быстро смекнули, что девчонку можно выгодно отдать замуж, но девчонка воротила нос, воротила нос, и в итоге это привело к тому, что она вышла замуж за Уолтера без любви, по расчету, и, в общем-то, к чему это все привело. Да, грустно-грустно-грустно, здесь и воспитание Китти сыграло роль, и, в общем-то, наверное, это основное, что сыграло роль во всей этой трагедии. Далее начинается полное воспитание чувств Китти, ее воспитание, ее воли, где и как все это происходит, вам, естественно, рассказывать не буду. Что меня порадовало, вот в этой книге все шло, шло-шло, и я была уверена, что я разгадала конец книги, я точно знаю, что это будет, но нет, книга поворачивает, и выясняется, что ничего ты не знаешь, Джон Сноу. В общем, для меня это был несколько неожиданный поворот, но я думаю, кто-нибудь скажет, я так и знал. Тем не менее, я рада, что в этой книге нету такого традиционного хэппи-энда, потому что в сложившихся обстоятельствах по сюжету никакого хэппи-энда там быть, в принципе, не должно. Раз, два, три. 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 Раз, три. Кроме любовного треугольника у нас в книге имеются еще и второстепенные персонажи, которые, кстати, меня очень даже порадовали. Наверное, даже чуть больше, чем основные персонажи. Наверное, самым главным для меня, скажем так, лучиком света был человек по имени Уодингтон. Вот вообще совершенно милейший персонаж, восхитительный. Я каждый раз радовалась, когда он появлялся на страницах романа, потому что, боже мой, ну какая же эта душечка, лапочка, прелесть. Такой, знаете, веселый дядька, который травит байки, который поднимает настроение, который очень чуткий, несмотря на свою какую-то такую, знаете, брутальность, мужиковатость, какую-то даже несколько неотесность. В общем, совершенно приятный человек. И, мне кажется, он для меня вытянул всю историю. Также мне, конечно же, понравились монахини, которые здесь были. За ним было очень любопытно наблюдать. Но Уодингтон это просто любовь на всю жизнь. Это вне конкуренции. Это для меня самый лучший персонаж во всей этой книге. Кстати, пишите в комментариях, кто читал, кто из персонажей лично вам полюбился больше всего. Давайте обсудим это внизу в комментариях. Ну, а сейчас давайте вернемся к тому, о чем я говорила в начале, что я, не знаю, удачный это выбор для первого знакомства или не очень. С одной стороны, Узорный покров это действительно хорошая книга, потому что здесь есть и драма, и развязка, и персонажи живые, хорошо прописанные, которые вызывают эмоциональный отклик. Здесь прекрасный слог, здесь прекрасное описание природы, неожиданный для меня поворот, очень даже хороший финал. Но катарсиса с этой книгой у меня не произошло. Это, знаете, как вот вам нахваливают, допустим, пиццу с ананасами. Мне вот говорят, пиццу с ананасами, это так вкусно, так замечательно, божественно, великолепно, тебе обязательно нужно это попробовать. Ты берешь, пробуешь эту пиццу, и тебе как-то, ну, пицца как пицца, ну и плевать. Кстати, на самом деле я очень люблю пиццу с ананасами, я просто так привела это для примера. Вот и с этой книгой у меня вышло точно так же. Я ее прочитала и как бы, ну, прочитала и прочитала. Мне ни горячо, ни холодно. И если бы у меня на полках больше не было никаких книг Соммерсета Моэма, я бы, наверное, задумалась, стоит еще что-то брать у этого автора или нет. Но так как я уже успела накупить энное количество этих книг, я, естественно, буду продолжать знакомство с Моэмом. Вот. Оказательная рекомендация я даже не знаю. Вы знаете, я, наверное, поостерегусь кому-то рекомендовать знакомиться с Соммерсетом Моэмом конкретно с этой книги. Я почитаю еще его произведения. И уже тогда, наверное, в сравнении смогу сказать, стоит начинать с Узорного покрова или нет. А вы, кто хорошо знаком с творчеством Соммерсета Моэма, можете написать в комментариях, с какой книги вы начинали свое знакомство с этим автором. Тоже все это внизу под видео обсудим. Жду ваших ответов. И мы с вами переходим к следующей книге. Следующая книга, о которой я вам хотела рассказать, это Элизабет Страут. Этот роман называется «Оливия Китеридж». Тоже очень много хороших отзывов. Я слышала об этой книге настолько много и настолько хороших, что откладывать дальше просто не было сил. И я взяла эту книгу и практически залпом ее прочитала. Итак, кто такая Оливия Китеридж и почему ее именем названа книга? Оливия – это женщина пенсионного возраста. В прошлом учитель математики в школе. Она такая властная, бескомпромиссная женщина. С ней очень сложно общаться, особенно ее самым близким людям. Это мужу Генри и сыну Кристоферу. Любовь Оливии она очень любит. И Генри, и Кристофер она такая, знаете, властная, удушающая. И здесь мне хочется сравнить Оливию с Люсией, если я не путаю имя из романа «Три любви» Арчибальта Кронина. Что Оливия, что Люсия в большей степени склонна к такой деспотичной, удушливой любви, от которой никуда не деться, с которой жить очень сложно. Но это вот действительно такая именно любовь. Получается довольно мрачный фасад, но за этим мрачным фасадом прячется очень одинокий человек, отчаянно нуждающийся в любви. И вот здесь кроется одна из главных трагедий. Потому что как бы Генри и Кристофер не старались, они физически не могут дать Оливии тот объем любви в том выражении, в котором нужно ей. Знаете, как говорится, не требуйте зеленых яблок от человека, у которого есть только красные яблоки. А также еще говорится, что если кто-то тебя любит не так, как тебе хочется, это не значит, что он тебя не любит вообще. Вот Оливия это все прекрасно понимает. Но одно дело понимать, и другое дело эту ситуацию принимать и пытаться с ней как-то жить. Вот сейчас надо отличиться от самой Оливии Коллинса и рассказать о структуре романа. Он состоит из 13 рассказов, повествующих о жизни маленького городка под названием Кросби, что находится в штате Мэн. А что у нас составляет основу жизни маленького городка? Правильно, его жители и их трагедии, детские травмы, их судьбы, жизненные истории. Вот это вот все. Поначалу кажется, что рассказы друг с другом никак не связаны, но уже после третьего все начинает сплетаться в единое полотно. Оливия Китридж, хоть и является центральным персонажем всего романа, в некоторых рассказах упоминается лишь как чье-то далекое такое воспоминание или как мимо проходящая соседка, на которую случайно упал глаз действующих персонажей. Помимо Оливии, ее мужа Генри и сына Кристофера, книги предостаточны. У каждого здесь своя судьба, своя история, своя трагедия, своя драма. В общем-то, книга и базируется именно на таких жизненных историях о людях, которые очень разные, хорошие, плохие, добрые, злые, но все они достойны того, чтобы их историю выслушали, все они достойны сострадания, и, в общем-то, об этом книга и говорит. Какими бы люди ни были, все они достойны сострадания. В книге очень много драмы, гораздо, наверное, больше, чем положительных и радостных событий, но, несмотря на это, после себя она оставляет очень светлое впечатление, и, наверное, во многом, благодаря последнему рассказу, я даже на самых последних страничках улыбалась, и мне стало так тепло, так радостно за Оливию, за то, что с ней в конечном итоге произошло, и я с огромным нетерпением жду, когда у меня руки дойдут до второй части. Что примечательно, пока я читала Оливию Коллинз, я не могла отвлечься ни на какую другую книгу, да и, в принципе, во время процесса чтения нельзя было ни на что отвлекаться, потому что приходилось по новой перечитывать уже прочитанное, потому что как-то вот резко оно, ну, не то чтобы забывалось, но в смысле ты сбивался и уже не мог прочувствовать персонажей. То есть Оливия Китеридж, что любопытно, и как роман, и как персонаж требует к себе безраздельного читательского внимания, ну, и, собственно говоря, внимания близких людей Оливии Китеридж к самой Оливии. Ну, да, я сейчас криво выражаюсь, потому что мне как бы уже пора спать, но я надеюсь, вы поняли, что я имею в виду. Теперь перейду к рекомендациям. Кому я могу рекомендовать эту книгу? Ну, определенно, тем, кто любит из разрозненной мозаики собирать полноценную картину. Во-вторых, тем, кто любит именно такие вот истории из жизни. Тем, кто любит неспешно развивающийся сюжет. Вообще кажется, что он здесь никак особо-то и не развивается. Просто какие-то истории друг за другом происходят. И вот мы наблюдаем за тем, как люди живут в маленьком городке. И, напротив, если вы хотите какого-то экшена, какого-то прям бурного развития сюжета, чтобы там была завязка, развязка, вот это вот все, нет здесь. Этого нет, здесь просто жизнь, как она есть, без прикрас, со всеми плохими сторонами. В основном, как я уже говорила, да, драмы в книге очень-очень много. Но есть и радостные моменты. Это книга о жизни. Вот просто о жизни. Но я повторюсь, я с нетерпением жду, когда у меня руки дойдут до второй части. Может быть, это случится очень скоро, может быть, нет. Я с теплом буду вспоминать этот роман. И, возможно, я его даже когда-нибудь перечитаю, потому что он оставил после себя довольно глубокое впечатление. И, несмотря на ярко выраженные минорные ноты, я его буду вспоминать с каким-то таким светлым чувством. Потому что я как будто бы действительно бродила по этому маленькому городку, заглядывала в чужие дома, сидела за столом с различными людьми, слушала их печали, разделяла с ними их тревоги. Великолепный слог, великолепное такое, знаете, психологическое напряжение, когда ты не ждешь, что вот-вот-вот-вот кто-то кого-то убьет или что-то такое, но ты понимаешь, что сейчас случится что-то эдакое, что полностью перевернет жизнь персонажа или поставит точку какую-то решающую, финальную. Да, в этой книге очень много психологического напряжения, хорошего такого психологического напряжения, после которого хочется взять и почитать какой-нибудь детективчик, чтобы быстро-быстро-быстро, страшно-страшно-страшно, потому что, мне кажется, страшнее, чем Валивий Китрич, уже ничего не будет. Да, вот такое вот двоякое впечатление от этой книги, но, я повторюсь, она мне безумно понравилась, и я очень хочу читать вторую часть. Ну и третья, последняя на сегодня книга, это Сюзанна Кларк «Пиранези», и эта книга стала первой прочитанной в этом году. Заглотила я ее буквально за пару-тройку дней. Ну, здесь и шрифт довольно крупный, и отступы большие сама она по себе. Не крупная книга, поэтому можно было, на самом деле, и быстрее. В общем, я к тому, что книга читается на ура, очень быстро, и я осталась под таким огромным впечатлением от «Пиранези», что взяла и купила предыдущую книгу этого автора, Джонатан Стрэндж и Мистер Норрелл. Она уже лежит у меня вот там на полках. Я вам ее покажу в каких-нибудь книжных покупках. Может быть, даже я к тому моменту ее уже прочитаю, потому что, ну так, мне понравилась «Пиранези» и слог, и мысли автора, что я прям очень хочу почитать Джонатана Стрэнджа. Но сейчас мы поговорим о «Пиранези». Итак, «Пиранези» начинается как какая-то странная, очень атмосферная, какая-то такая магическая притча, где мы в самом начале знакомимся с этим самым «Пиранези», который живет в очень любопытном месте. Он называет это место «дом» с большой буквы. На нижнем ярусе дома плещется вода, на верхнем ярусе плывут облака, а в средних ярусах гуляют ветры и гнездятся птицы. Дом представляет себе огромное скопление самых разных залов, холлов, вестибюлей, наполненных причудливыми статуями. «Пиранези» передвигается по дому, исследует его, записывает свои наблюдения. Он с огромной любовью относится к статуям, он придумывает им какие-то жизни. Также он с огромной любовью относится к 13 скелетам, которые находятся в этих залах. Он приносит им подношения, он спасает их от наводнений, он старается следить за их целостностью. Вообще «Пиранези» это такой, знаете, такой чистый, такой наивный персонаж, за которого, знаете, душа болит за этого несчастного «Пиранези». Вскоре мы узнаем, что кроме «Пиранези» и 13 скелетов, в доме есть еще один обитатель, который носит имя «другой», тоже с большой буквы «Пиранези», его он так и называет «другой», и относится к нему как к своему наставнику. С другим можно общаться в строго определенные дни и строго ограниченное количество времени, и он действительно ведет себя как наставник «Пиранези», собирает для него информацию по поводу дома, все вот эти вот записи он приносит другому, другой их изучает и дает «Пиранези» какие-то задания. Периодически он приносит ему еду, обувь, одежду. И вот на этом моменте читатель начинает задумываться, а кто же такой на самом деле другой, откуда он берет обычную такую человеческую одежду в том месте, который представляет из себя дом с бесконечным количеством залов, с античными статуями, откуда все это берется. И вот читатель начинает чувствовать, что здесь происходит что-то не то. А потом появляется номер 16, и с этого момента сюжет делает резкий поворот, и из атмосферной притчи превращается в детектив с элементами мистики. И вот здесь я читала отзывы, очень многие писали о том, что для них с поворотом в детектив вся атмосфера становилась разрушенной. Ну, лично для меня она до самой-самой-самой развязки оставалась густой и наполненной. Но тут, мне уже кажется, дело вкуса, дело каждого, как относиться к этому сюжетному повороту. Лично мне он все-таки тоже понравился, и книга оставила довольно горькое, послевкусие. Но я не могу вам объяснить, почему. Мне просто безумно жалко Пиранези, мне безумно жалко, что с ним случилось то, что случилось, и что ему пришлось переживать то, что он переживал. Что еще любопытно в этой книге, так это время исчисления, которое придумал сам Пиранези. Я вам сейчас даже зачитаю. Запись от 20 дня 6 месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел Альбатрос. Запись от 26 дня 6 месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел Альбатрос. То есть Пиранези исчисляет время при помощи каких-то памятных событий. Но при этом мы понимаем, что это довольно странно, потому что до этого Пиранези вел совершенно другие записи. И это тоже наталкивает на мысль о том, что что-то здесь нечисто. А здесь действительно много что нечисто. Кстати, я вам не сказала, что книга-то на самом деле относится к жанру фэнтези. Но это такое прям очень легкое фэнтези. Так что если вы в принципе боитесь жанра фэнтези, то, я думаю, вы вполне можете взяться за Пиранези. Здесь нету какой-то такой прям, знаете, магии-магии, когда вот я тебя заколдую, и вот это вот все. Нет, здесь такой прям совершенно легкий налет фэнтези, что очень и очень приятно. Повторюсь, мне книга очень понравилась. У нее есть все шансы попасть в мой личный топ 2021 года. Ну и давайте перейдем к рекомендациям. Кому я могу эту книгу посоветовать? Ну, я думаю, определенно тем, кто любит притчевые мотивы в литературе, кто любит такое неспешное развитие сюжета, потому что вначале все очень-очень медленно развивается. Мы бродим вместе с Пиранези по дому, рассматриваем залы, статуи и пытаемся разобраться, что же это за такое удивительное место, что тут может произойти, откуда оно взялось, почему такое странное время исчисления, и как вообще Пиранези попала в этот дом, и откуда там берется другое, и вот это вот все. Далее все это, как я уже говорила, уходит в детективную составляющую. Так что, если вам нравятся детективы, я тоже могу вам посоветовать эту книгу. Плюс здесь есть немножечко мистики, что тоже любопытно. История красивая, лаконичная, без лишних деталей. В общем, повторюсь, я осталась покорена и слогом, и атмосферой, где чувствуется что-то такое мифическое, мифическое, мистичное, и в том числе какое-то такое античное, очень густое, очень приятное, интересное, необычное. По сути, я бы хотела рекомендовать эту книгу абсолютно всем, потому что, как мне кажется, она прекрасна, просто прекрасна. Ее должен прочитать, как мне кажется, каждый. Но тут, понятное дело, это все на вкус и цвет. А, кстати, внимательные читатели могут найти здесь отсылки и аллюзии к другим фэнтези-произведениям, в частности, к хроникам Нарнии. Я же не читала хроники Нарнии, поэтому все эти пасхалочки прошли мимо меня. Но если вы их нашли и оценили, пишите, пожалуйста, в комментариях. Мне очень интересно, если среди моих зрителей те, кто все это нашел, давайте это с вами тоже обсудим внизу в комментариях. В общем, вот такое вот сумбурное у меня получилось прочитанное, полуночное. Да, надеюсь, вы что-нибудь поняли из моего сегодняшнего рассказа. По традиции пишите в комментариях, читали ли вы что-нибудь из того, что я вам показала, какая книга за последнее время порадовала вас больше всего, а какая, наоборот, расстроила. В общем, пишите все это внизу в комментариях. И да, у меня еще к вам такой вопрос. Совавы или жаворонок? Вот. Я всегда была жаворонком, но сейчас почему-то мне ближе становится образ жизни совы. Да, вот такая вот история. Что ж, на этом все. Напоминаю про свой инстаграм, про который я не сказала вначале. Да, там много чего интересного происходит. Я пишу посты, снимаю stories, появляюсь там чаще, чем здесь. Так что, если интересно, обязательно проходите и подписывайтесь. На этом все. Спасибо за просмотры. До новых встреч. Пока-пока. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok